всем привет приветствую вас на моем канале и сегодня у нас привезли такого вот зайца ну в охотников я хочу спросить это действительно заяц потому что мясо белая как у кролика насколько я знаю мясо у зайца она розового цвета даже красного цвета так ну неважно тут у нас тушка 2 килограмма то и сейчас мы будем его опускать в рассол и мариновать дня два точно даже два-три дня будем его рассоле мариновать для рассол на 2 литра воды я взял не даже я литру литр воды про два-три лавровых листа перец горошек перец душистый молотый перец 150 грамм соли 50 грамм сахара и сколько 10 грамм я взял нитритной соли тоже в рассол все это закипело потом добавил чеснок 4 зубчика нарезанных и все у меня настоялось до утра пока остыла до комнатной температуры сейчас возьмем нашу дить и закидаем в рассол сейчас я его закину и оставляем в холодильник на пару дней всего до скорых встреч ну и вот ребята прошло у нас два дня наш то ли кролик то ли заяц но мне кажется что это кролик какой-то не знаю в общем что мы сейчас делаем он полностью выпотрошен уже он был в рассоле так сейчас мы я сделаю какую-то обвязку чтобы он не упал у меня в коптильный на тент чтобы потом все не испортилось сейчас обязываю и включусь буквально пару минут и покажу что будем делать дальше так вот мы перевязали нашего зайца сейчас вовнутрь я положу парочку парочку лаврушек есть парочку лаврушек возьмем перчика чуть-чуть тоже внутрь хорошо так присыплем он хоть и мариновался все равно я немножечко добавлю чтобы он еще когда пропаривался чтобы он хорошо еще взял все спец как будет вкуснее сейчас я бросаю паприку это не реклама и сейчас немножечко еще красного перчика есть все немножечко то вот то есть соль я бросать не буду есть и сейчас я сюда порежу 1 долг один зубчик чеснока брошу здесь здесь и здесь и включусь покажу что будем делать дальше нарезали мы вот такие вот тольки чеснока и сейчас мы будем его заматывать пищевую пленку перед варкой в пищевую пленку я завариваю до того за матовый для того чтобы кролик или заяц они будут сухие если их перекоптить они будут станут станут очень как бы как резиновый такой консистенция у них будет поэтому я их его сейчас обмотаю и брошу на маленький огонь чтобы просто он промлел чтобы он просто стал мягче а только потом уже после обслужки я кину его в коптильню вот так сейчас его обмотаю и включусь вот так ребята мы упаковали нашего кролика видно все специи сейчас его ложим в кастрюльку да принципе можно и в духовке не при больших температурах его отварить и будет все нормально так сейчас я кидаю на варку полностью его варить я не буду дам ему хорошо пропариться чтобы он станет мягким как только он станет мягким все прекращаю я варку я вам скажу примерно тогда температуру которую он набрал чтобы он стал мягким но это еще повторяю что это хотите делать это хотите по-другому можно вообще не проваривать окинуть коптильню тем более у меня такая коптильня что позволяет туда даже в поддон воды налить и будет она там вариться на это очень долго ребят это очень долго курицу вот взять да например в три килограмма то есть это будет очень долго она там чтобы она просушилась потом чтобы дошла до определенной температуры потом подать дым потом после дыма пар это это очень и это в принципе получается то же самое все тоже так начинаем ну и вот ребята получилось так что я уже закоптил сейчас посмотрим что у нас получилось вот такой вот зайка цвет у него очень хороший красивый сейчас я его занесу в дом и покажу уже при свете то как камера все плохо передает в общем капец вот такой вот заяц получается так сейчас включусь а да смотрите варил его я на протяжении двух часов то есть температура у него дошла до шестьдесят восьми восьми градусов то есть мясо было уже такое хорошее мягенькое вот так потом он у меня обсушился и в коптильне он сразу нагрели коптильню до на 85 градусов скинули нашего кролика то есть очень быстро взялся цвет примерно минут где-то около 40 минут цвет уже лег и потом перевели температуру на 70 градусов и он у нас еще часик полтора по моим подымил все потом выключил температуру был только холодный дым примерно еще около часика и все и вот он у нас такой получился все сейчас идем дом покажу что получается вот и наш заяц уже при более лучшем осветение такой цвет цвет очень красивый крючок где он был зацеплен в коптильне то есть получился все сухенько нигде нету потекал цвет красивый он мягкий вот видите мягенько получился он не высохший то есть все хорошо как то так ну что ребят кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал будет еще много интересного все всем пока до новых встреч